До начала лета еще две недели, но во многих городах России оно уже наступило. В Самаре из-за рекордной жары люди отдыхают на пляжах, а в Тюменской области борются с лесными пожарами. Тем временем сильные дожди обрушились на города Бразилии и юго-запад Индии. Этот май стал непривычно жарким для жителей Самары, заполонивших местные пляжи. Здесь, как и в ряде других российских городов, зарегистрировали аномальную для месяца жару. Температура в городе повысилась до 32 градусов по Цельсию, что на 10 градусов выше майской нормы. На этом фоне вспыхнули и лесные пожары. Так в Тюменской области пламя охватило свыше 60 тысяч гектаров леса. С огнем борются десятки пожарных. Если лесной пожар перейдет в Верховой, его очень сложно остановить. Это огромные площади. Возле лесов находятся населенные пункты. Уже третьи сутки не утихают лесные пожары и в Американской Калифорнии. Сгорело уже более 500 гектаров земли недалеко от Лос-Анджелеса. Эвакуировали по меньшей мере тысячу человек. К счастью, обошлось без жертв. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов. Но борьбу с огнем затрудняет ветер и старая трава. Местные власти выясняют причину возгорания. В отношении двух подозреваемых начато расследование. Прошлогодний сезон пожаров в США оказался рекордным. Как сообщают СМИ, только в Калифорнии огонь тогда уничтожил больше 4% территории штата. А это крупнейший бразильский штат Амазонас. Он страдает от проливных дождей и наводнений. Под водой оказались целые населенные пункты. Жителям Анамы теперь даже приходится передвигаться по улицам на лодках или вплавь. Увеличение количества осадков в регионе связано с погодным явлением Ланиле, которое продолжается с конца прошлого года. Власти предупреждают, наводнение может стать самым сильным за последние 100 лет. А в трудной ситуации могут оказаться сотни человек. Ситуация в городе уже объявлена чрезвычайной. Режим вводят, когда город на 100% затоплен. Становится все сложнее. Мы уже оказываем помощь населению. Выдаем продукты и дрова. Вы видите, в каком состоянии мой дом. Он наполовину затоплен. Мне некуда убрать свои вещи, но я стараюсь. Посмотрим, смогу ли я спасти хотя бы половину из них. А вот на Индию, жители, которые без того страдают от вспышки коронавируса, обрушился тропический циклон Тауктайе. Стихия поразила юго-западное побережье страны и унесла жизни по меньшей мере шести человек. Ураганный ветер также разрушил десятки домов в штатах Карнатака и Гоа. Сильные дожди привели к наводнениям и затоплению нескольких населенных пунктов. Больше 150 тысяч человек эвакуированы. Для борьбы с последствиями стихии в регион направили несколько тысяч спасателей и военных. Зауреж-Думан, Казах, Абар, 24.